Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Инфраструктура дешевле, чем в Калуге. Василий Голубев рассказал о перспективах инвестиционного развития Ростовской области. На Молотиле больше 4 миллионов тонн. На Дону заключительный этап уборки ранних зерновых. Все на борьбу с амброзией. Ликвидировать сорную траву обязаны и собственники, и арендаторы земли. Напоминает Россельхознадзор. Первое инвестиционное послание губернатора. Теперь Василий Голубев будет отчитываться о своей работе по привлечению частного капитала в донскую экономику ежегодно. Таковы условия соглашения, подписанного между правительством Ростовской области и Федеральным агентством стратегических инициатив. Подробности в первом материале программы. Свой отчет глава Донского региона начал с хороших новостей, с динамики роста инвестиций. В первом квартале текущего года этот показатель на 64% превысил аналогичные данные 2012-го. Всего же за последние три года в экономику Дона влилось 500 миллиардов инвестиционных рублей. И правительство области продолжает работу по устранению административных барьеров. Одной из мер по решению этого вопроса стало сокращение сроков государственной регистрации заявлений по объектам инвестиционных проектов, которые вошли в перечень губернаторской сотни. Срок, на который мы сократили, раньше этот срок был регистрацией 30 дней, сегодня он сокращен до 5 дней. Упрощена процедура перевода земельных участков из одной категории в другую. Если ранее правовладателю земельного участка требовалось обратиться в 11 уполномоченных органов власти для перевода земельного участка из одной категории в другую, то сегодня в два органа нужно обратиться. Власти региона также планируют снизить размер аренды на государственную землю на период строительства объекта, но на срок не более пяти лет. Ее цена не будет превышать 2% от кадастровой стоимости. А вот затраты инвесторов на подключение к электросетям уже одни из самых низких в стране, подтвердил глава агентства инвестиционного развития Игорь Бураков. Пять лет назад хорошей, удачной, отличным результатом считалась цена в пределах 80 тысяч рублей за 1 кВт мощности. Сегодня в наших парках, в Красносулинском, в Гуковском, в Новоалександровском индустриальных парках мы имеем цену, которая минимум вдвое ниже этой цены. При том, что за 5 лет состоялась рублевая инфляция, цены рублевые, по идее, должны были подрасти, они у нас стали ниже. И все же инвест-климат региона надо улучшать. Губернатор озвучил ряд поручений Кабинету министров. Одно из них – увеличить объем субсидируемых за счет средств области затрат по присоединению к энергосетям. Также Минпром должен к октябрю подготовить предложение о гарантиях инвесторам, о том, что необходимы прозрачные и понятные технические условия, а также невозможность повышения стоимости подключения в одностороннем порядке. А вот вести бизнес в шахтерских территориях уже проще, чем раньше. Если говорить о Гуковском парке, сегодня Василий Юрьевич публично сказал об очень важном решении правительства, что те резиденты, которые придут в Гуковский парк, они получат субсидии на инфраструктуру в размере не половины стоимости расходов понесенных, а в размере 80%. Так вот, нам важно, что мы не только обогнали себя образца пятилетней давности, а важно то, что наши предложения сегодня самые конкурентоспособные в России. Стоимость подключения к инфраструктуре в Донских индустриальных парках в три раза ниже, чем в Калужской области, подчеркнул Игорь Бураков. При этом резидентом может стать не только крупная компания, но и малый бизнес. В послании главы региона как раз шла речь и об увеличении размера субсидий на компенсацию расходов предпринимателей по кредитам с 2-х третьих до 100% ставки рефинансирования Центробанка. Донскому бизнесу зеленый свет, если нет явных конкурентов, в заключении сказал глава региона. Первое, право первой, извините, ночи принадлежит бизнесу Ростовской области. Если он в состоянии решать те или иные задачи, реализовывать тот или иной бизнес он будет первым. Если он этого не умеет, а такие примеры существуют, тогда, конечно, мы открываем двери. И открываем их широко для всех, кто хочет на территории Ростовской области трудиться на благо этого края. Из областного бюджета на развитие бизнеса ежегодно выделяется 700 миллионов рублей. Особо значимые проекты под личным контролем Василия Голубева. Сейчас в губернаторской сотне 57 проектов с общим объемом инвестиций 327 миллиардов рублей. Новые предприятия создадут 30 тысяч рабочих мест. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Главное – бизнес. Донские коммунальщики получат 345 миллионов рублей на компенсацию расходов. Бюджетные средства выделяются для снижения финансовой нагрузки на жителей области, сообщает пресс-служба главы региона. Основная часть суммы свыше 280 миллионов предназначена для ограничения роста платы граждан за тепловую энергию до 6% в год. Напомним, с 1 июля плановое повышение тарифов на коммунальные услуги прошло по всем регионам России. В Ростовской области плата за природный газ выросла на 15%, на тепловую энергию в среднем на 4,5%. Рост тарифов на услуги ЖКХ в целом не должен превышать по области 6% за год. Для повышения прозрачности расчетов в региональной службе по тарифам продолжает работать телефон горячей линии. Другие новости экономики Дона. Коротко в информационном дайджесте. В городах и районах области появятся муниципальные дорожные фонды. Из них с 1 января следующего года уже должны финансироваться ремонты, содержание и реконструкция местных автодорог. Это требование федерального законодательства. Муниципальные фонды создаются по аналогии с региональным. Главный и стабильный источник пополнения дорожной копилки – акцизы на топливо. 10% сборов будут поступать в муниципалитеты. Донские аграрии завершают уборку ранних зерновых. На сегодняшний день сельхозпредприятия области убрали уже свыше 70% посевов. Как сообщает Министерство внутренней информационной политики, валовый сбор донского зерна составляет более 4,5 миллионов тонн. Мониторинг качества зерна урожая 2013 года показал, что доля продовольственного зерна 3-го и 4-го класса составляет 85%. Среднеобластной показатель урожайности валового сбора снизили плохие погодные условия. По предварительным данным, гибель сельскохозяйственных культур от засухи достигла 117 тысяч гектаров. 180 тысяч квадратных метров жилья построено в области за минувший месяц. Программа застройки 2013 года на сегодня выполнена почти на 40%. За 6 месяцев в регионе введено в эксплуатацию 838 тысяч квадратных метров, что превысило аналогичный показатель за прошлый год почти на 5,5%. Наиболее высокими темпами строительство велось в Батайске, Волгодонске, Ростове, Таганроге и Оксайском районе. Врез здоровью и кошельку сорняки на земельных участках обязаны уничтожать собственники или арендаторы. В первую очередь штрафы выписываются за так называемые карантинные растения-вредители. Что это такое и почему закон требует оперативности, расскажем далее в нашей программе. Сначала немного истории. Карантинные растения – это те, которые вредят здоровью людей. Амброзия из них, пожалуй, самая популярная. В 18 веке ученые доказали, что ее пыльца вызывает сильную аллергию. В 19-м придумали лекарства. Но люди страдают до сих пор. Моя супруга давно уже страдает периодичностью, во время летний период, аллергией. И вот уже мы какое-то время наблюдаем, что там амброзия просто никому не нужна, растет. Я уже ей предлагал, давай я схожу в магазин, куплю серп, уже сам ее спилю, потому что так невозможно. Не пройти невозможно. Да и просто она запах издает такой. А потом ее лечить слишком дорогостоящий. Опасения Александра понятны. Жилой массив зарос амброзией. Бороться с ней обязаны собственники всех этих территорий. Сотрудники Росфельхознадзора отреагировали на обращения жителей. Те, кто допустил заросли, на визит людей в форме. Правда, что им мешало не дожидаться проблем и уничтожить сорняк, выяснять будут уже с протоколами и административными штрафами. Предписание это будет в кратчайший срок, это на течение трех дней, на уничтожение этого карантина сорняка. А у представления будет несколько вопросов именно на то, чтобы не допустить в дальнейшем появление карантинного объекта на этой территории. А это уже другой город. Но проблема та же. Опасное растение вот-вот начнет сбрасывать пыльцу на здоровье местных жителей. Уже готовы амброзы к началу цветения. Заканчивается фаброза, к началу цветения. Уверху проявляется. Статусное офисное здание, а к здоровью посетителей – пренебрежение. А здесь – пренебрежение к здоровью горожан. На трамвайных путях – ковер сорняка, пыльца которого, попадая на слизистую оболочку органов дыхания, вызывает тяжелейшие бронхиты, конъюнктивит, насморк, головную боль, повышение температуры, вплоть до приступов астмы. Специалисты подчеркивают, проблему можно решить не столько протоколами или штрафами, сколько порядочностью людей, которые живут или получают прибыль на засоренной карантинным сорняком земле. Валентина Колесникова при содействии Пресс-службы территориального управления Росельхознадзора «Главное – бизнес». И на этом наш выпуск завершен. До встречи на нашем канале завтра в это же время. Главное – оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин